Новогодний мастер-класс всегда волшебный, поскольку все вот эти даты Рождество, Новый год, все это как-то собирается и дает нам большую поддержку. Добрый вечер! Как вас зовут? Андрей. Андрей, очень приятно. Итак, у нас в гостях Андрей. Когда вы родились? 9 сентября 1999 года. С ума сойти! Во-первых, супердата, это супер кто? Супердевы, умнейшие люди. А во-вторых, да, 9, 9, 9, это в квадрате, там еще же могут девятки, в квадрате Пифагора у Андрея невероятное количество девяток, а это будет говорить о развитом абстрактном мышлении, время рождения. Время рождения, точно не знаю, с 9 до 10 утром. Ну, это и то неплохо, попробуем уточнить. Давайте, допустим, 9-10. А место рождения? Матвеевка. Матвеевка. Оренбургская область. Оренбургская область. Сейчас, чтобы она еще была... А, есть Матвеевка, вот она, да. Матвеевка, Оренбургская область. Так, Андрей, скажите, пожалуйста, тут и асцендент на границе знаков, дева весы. Коллеги, что вы дали, деву или весы? Андрей, физиогномически. Ну, спорный вопрос. У него луна где, поэтому... Да он улыбается. А это в пользу весов. Да что, девы такие неприятные. Я шучу, конечно. Но это сложно, сложно. А? Скромный. Скромный. В пользу девы? Да. Ну, коллеги, прям не знаю. Девы по плотнее, а он не по баку. Весы? Нет. Скорее, сейчас. А, дева. Он еще молодой. Он еще молодой. Молод, конечно, в молодости трудно это все. Боюсь, что и ретифицировать не сможем, поскольку нету даже подходящих кандидатур. Даже спрашивать про дедушек и бабушек сложно. А, Андрей, а какие-то события можете такие главные жизни назвать? Ну, типа, поступление, куда-то, переезд. Наверное, окончание школы, девятого класса, переезд. Да. Обучение. В техникум поступил. Молодец, там Марс, Плутон в третьем доме. А сколько вам было лет? В каком году примерно? В девятом классе четырнадцать. Нет, после девятого класса... В пятнадцать четырнадцать. Получается пятнадцать. Пятнадцать. Да? Пятнадцать, не четырнадцать. Это как раз третий к Плутону. Да, третий к Плутону. А техникум какой это был? Ну, уже... Радиотехнический. Радиотехнический. Одиннадцатый дом. Но уран-литроградный. Хотя, с другой стороны, радио, чего я хватаю за одиннадцатый. Это третий, да. Как раз удачно. Ну, я думаю, что, конечно, по поступлению в техникум сложно очень делать рептификацию, поскольку это такое событие слабенькое. И, да. А с отцом у него все в порядке. Да, а папа ваш... Папа жив? С мамой? Семья полная? Жив и здоров. Жив и здоров. А папа кто по профессии? Ремонтирует дивизоры, компьютеры. Ну, да, пока... Да, никак. К двенадцатому. А мама кто по профессии? Преподаватель в школе. Мама, преподаватель в школе. Но Луна... Тогда, коллеги, если Луну в одиннадцатый дом, то асцендент все-таки в весы тогда. Ну, оба светила в двенадцатом, родители нормальная семья. А к математике как вы относитесь? Родители вместе. Соловьи. Ну, раз он в радиотехнику, ну, конечно, все в порядке. А к математике, вы считаете, как орешки? Сожженый Меркурий. Нет, давай снимать. Сожженый Меркурий, он так-то... Так нет, это понятно. Мне сейчас Луна важна в одиннадцатом доме ее или в двенадцатом? Вот это... Можно в солнце в одиннадцатом? Нет, солнце мы не можем. Потому что солнце в одиннадцатый, это сильно надо опустить асцендент. Он же с девять до десять. Да, он же, он мог в десять-десять родиться. Как в десять-десять? Мама вообще не помнит? Да. С девять до десяти. Ну, мы... Ну, мы... На десять-десять родиться. Это сложный случай. Да, кстати, на десять-десять родиться. У нас вообще асцендент уходит в... Почти в конец весов. Керминальный. Почти в конец весов. И... А мама просто учитель или мама завуч? Нет, не знаю. Рядовой учитель. Ну, не руководитель. Не руководитель. Не руководитель. Ну, тогда... Нет, тогда, наверное... То есть, пусть светило в одиннадцатом будут. Оба. Раз у нас двенадцатый дом по биографии никак не складывается, тогда пусть будет оба светило в одиннадцатом доме. И солнце, и луна. Ну, вот примерно так. Примерно так. Я поехал. Сергей Викторович, четвертый, ну, какой, стал. Дети пустой получает сто... Ну, и что? А четвертый, ну, в пятый год. А четвертый. А братья и сестры есть у вас? Типа дверь. Нет. Два брата, старших и сестра младших. Ну, коллеги, нет. Количество планет не коррелирует. Бывает пустой третий дом, и с большим количеством братьев и сестер просто люди с ними не общаются. Тут можно иметь, допустим, только одну сестру, но такую негативную. То есть нет прямой зависимости количества планет в третьем доме и количества братьев и сестер. Просто каждый живет своей жизнью. Ну, сложно. Переезды были, но только вот в Челябинск. А в Москву когда? В этом году. То есть Андрею после дня рождения? Папа нет. После. Андрею исполнилось 22 года, когда он переехал в Москву. Кстати, это можно МЦ к Венере провести. Вот этот переезд. И тогда МЦ должен быть 27 раков. Но это опять-таки, это все как бы наши пока такие вот предположения. Да, да. Может быть. Андрей, ну остановимся. Почему 9.09? Нет, что-то не то. Сейчас, сейчас, что-то не то. Как и Матвеевка? Матвеевка, да. Да. Нет, нет, что-то у нас там не то. Ну, конечно. Не 9.09. Опять, что ли, у меня? Да нет, вроде. Значит, к чему мы пришли? Мы пришли... Уже один с одиннадцать. Ну вот, коллеги, я чувствую, что-то не то происходит. Не то происходит. Вот. Не может. Весы же самые медленно восходящие знаки. Вот как-то... А, стоп, тогда у нас опять... Вот так, где-то на границе двенадцатого дома. Вот как-то пока так. Чтобы светило... А вот, кстати, и толпа родных и близких. Плутон залез в третий дом. Отлично. Да. Десять, тринадцать. Может быть? Может быть. Может. Но мы сейчас буквально склеивали гороскоп Андрея по кусочкам. Все это надо проверять. Андрей, какой у вас вопрос, пожалуйста? В чем себя стоит попробовать? В какой работе? А вот мы переехали в Москву. Вы чем-то занимаетесь сейчас? Сейчас устраиваюсь, стопировку. Куда? В продавец. Продавец в магазин одежда обуви. А, коллеги, смотрите, Меркурий не ветроградный. Уже хорошо. Венера стационарная. Уже хорошо. Андрей, а вам 22 года только, я понимаю, что еще рано говорить всерьез о таких вещах. Я хочу спросить, вот вы переехали, откуда из Челябинска? Скажите, там в Челябинске не осталось у вас девушка? Не было у вас серьезных? Нет. Не было. Вот я к чему сейчас хочу деликатно подвести Андрея, учитывая Венеру стационарную, что может так получиться, что он понравится какой-то женщине постарше. Может такое произойти? Может. Просто его нужно об этом предупредить, что это есть в его судьбе. Да, и правильные слова. И не надо этого бояться. Мы пока, конечно, Андрея никуда не сватаем, но стационарная Венера должна себя проявить в магазине, одежды и в доме. А может это быть, ну если мы правильно накрутили, что не факт, директриса, ну да, может это быть, совсем засмущальный нашего гостя, он подумает, вот москвичи, какие вообще прожженые. В Челябинске-то, наверное, не так. Поэтому мы должны предупредить Андрея, что вот эта вещь может произойти. Пока все хорошо. Да, пока все хорошо, поэтому устраивайтесь, начинайте работать. Мальчик очень умный, Меркурий сожженный, и главное с чего-то начать. Кирилл еще во втором доме тоже про магазин. Конечно, очень хорошо там, да. А где территориально этот магазин? Метро. Метро, знаете? Аэропорт. Аэропорт. Стрелец. Четвертый сектор неплохо. Пока неплохо. В четвертом, вы помните, работать хорошо. В десятом хорошо работать, в четвертом хорошо работать. Пока неплохо. Так что, Андрей, желаем вам удачи. А? Да. Образование еще интересует. Он не закончил просто, и мы думаем, когда его отправить участие. Не закончил технику? Да. Почему? Ну, это Плутону тоже соответствует. Ну, не закончил, потому что ему, наверное, это не сильно... Интересно. Да, вот это радио. Красота. Что? Красота. Я, пожалуйста, курсы парикмахера закончил, стилиста. Нет. Нет? Нет. Пустой пятый дом. Но, опять же, мы же с ректификацией зависли. И Венера неэссенциальна. Хотя она на северном узле в десятом доме. Но она... Стационарная. Нет, может быть, и можно. Может быть. А он к этому... Тяготеет? Он пока... Он ищет себя. Ищет себя. Но, смотрите, учитывая, что у Андрея раз, два, три, четыре ретроградных планеты, поиск себя... Долгий. Да, будет долгий. Может быть, стоит попробовать про то, что вы сказали, с красотой. Может быть. Конечно, при этом у него Меркурий в трибуне с Сатурном и физмат. Ну, видите, радио... Забил, а вообще у него это потенциал... Физмат, да. Но уран-то ретроградный тоже не здорово. А будет сам одежду создавать будет? Что? Одежду сам создавать будет. Ну, это надо учиться. Ну, по крайней мере, это надо учиться. Если с присутствием не получается, пусть идут фрикмахерские системы. Там обалденные ребят много. Ужас, хорошая. Да, я бы попробовал, если бы ему это понравилось. Ну, пустой, да. Но если только вот надежда на Венеру, да. Только если. А может быть, действительно, пойти по одежде и обуви. Тоже было бы совсем неплохо. Венера во льве для одежды и обуви гораздо лучше, чем для фрикмахерского искусства. Поэтому пусть попробует, вдруг понравится. С учебой пока не сильно не акцентируйтесь. Это не уж истинно важный вопрос. Да, это потом, как пойдем. Ну, мама наказала, чтобы мы это делали так правильно. Мам, маме хочется это понять. Как получится? Пока пусть идет работать. Это важнее. А дальше время покажет. Так что желаем вам удачи. Спасибо. Да, и не разочаровать ожидания мамы. Да, желаем вам удачи.